Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Заработала новая технологическая линия по выпуску цемента сухим способом. Оздоровительный детский центр «Салют» официально открыл сезон летнего отдыха. 9 июня Акимобласти Бауржан Абдишев принял участие в запуске новой технологической линии номер 5 по выпуску цемента сухим способом на акционерном обществе «Караганда Цемент». В церемонии приняли участие первый вице-министр индустрии и новых технологий страны Альберт Рау, генеральный директор акционерного общества «Караганда Цветмет» Ган Чи Леонг. Запуск этого производства является одним из конкретных примеров успешной реализации в регионе государственной программы новой индустриализации и диверсификации экономики, разработанной по поручению президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это конкретное исполнение поручений главы государства. Запуск этой линии дает нам возможность увеличить производство более чем на 1,2 млн тонн цемента в год. Создаются дополнительно более 100 рабочих мест, более 105 млн долларов инвестиций в нашу экономику. Это, конечно, очень большое событие для нашего региона. Новая технологическая линия – современное полностью автоматизированное производство. Его запуск позволит снизить потребление электроэнергии, улучшить экологическую безопасность и в пять раз увеличить производительность труда. Кроме того, почти в два раза возрастет выпуск цемента сухим способом, повысится его качество. Выход нового производства на проектную мощность в 1,5 млн тонн цемента в год планируется в 2015 году. Создано уже 115 рабочих мест. Проект, стоимость которого составляет 12,3 млрд тенге, был одобрен региональным координационным советом по форсированному индустриально-инновационному развитию на субсидирование ставки вознаграждения по кредиту в рамках первого направления программы «Дорожная карта бизнеса-2020». После запуска технологической линии состоялось подписание меморандума о намерениях и взаимном сотрудничестве между Акиматом области, застройщиками региона и акционерным обществом «Централ-Азия-Цемент». Скоро в Караганде появятся новые остановки для таксистов. На совещании в Ассоциации предпринимателей обсуждался вопрос о нелегальных перевозчиках. Как этот сектор бизнеса привести в норму, таксисты обратились за помощью к прокуратуре, так как им мешают зарабатывать легальные деньги и платить нормальные налоги. За кругом столом собрались предприниматели и представители прокуратуры. 28 февраля вышел указ президента о мерах по улучшению предпринимательской деятельности, согласно которого запрещено проводить проверки субъектов частного и малого предпринимательства. Тут же возник вопрос, как обезопасить легальных перевозчиков-пассажиров, от всякого рода прилипал к этому бизнесу. Нелегальных группировок таксистов в Караганде достаточно много, которые работают уже по 10 лет и никого не подпускают к своей территории. Чужаками считаются и таксисты, которые официально занимаются перевозкой пассажиров. Им негде стоять в городе. Директоры фирмы и собрались, чтобы как-то решить этот вопрос, предлагая, пока идет ремонт дорог, сделать больше стоянок и остановок для автобусов и таксистов. Был поднят вопрос о том, что они просят вмешаться к государству, чтобы были построены стоянки государственные, где субъекты предпринимательства в сфере частных перевозок могли останавливаться. То есть не было так стихильно и узаконить, чтобы предприниматели, которые занимают частную перевозку, были зарегистрированы. Это бы, во-первых, соблюдалось бы требование налогового законодательства и упорядочило бы частный извоз. А вся информация, которая составляет коммерческую или иную охраняемую законную тайну, направленную в субъект частного предпринимательства, должна быть, и также в государственные органы, должна быть санкционирована прокурором. То есть без санкции прокурора данные запросы являются незаконными. Представители прокуратуры обещали помочь предпринимателям с их проблемами. Алена Слунько, Нурсултан Исаев, Бахтиар Испанов, Первый Карагандинский. 9 июня Акимобласти Бауржан Абдишев провел аппаратное совещание, на котором был рассмотрен вопрос о реализации инфраструктурных проектов в автодорожной отрасли. Перед началом совещания глава региона сообщил о кадровых изменениях. Ешкеев Даулат Азатович, получивший положительное заключение конкурсной комиссии, назначен заместителем руководителя аппарата Акима Карагандинской области. До назначения являлся заместителем Акима района имени Казыбекби, города Караганды. Затем с информацией по вопросу повестки дня выступил руководитель управления автомобильных дорог Абайдельда Санаубаров. Он сообщил, что указом президента страны от 30 января 2013 года утверждена государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. Согласно которой, в протяжении 2015 года достигнут целевой индикатор доведения доли автомобильных дорог в Карагандинской области в хорошем удовлетворительном состоянии до 72%. В 2014 году данный показатель необходимо довести до 74%, после чего данная программа будет завершена. Продолжением этой программы стала государственная программа развития интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. В соответствии с данной программой на территории области реализуется проект по реконструкции автодороги Астана-Караганда-Балхаш-Алматы с четырехполосным движением и устройством капитального бетонного покрытия. Также планируется начать реконструкцию автомобильной дороги Кызыларда-Павлодар-Успенко на участке Кызыларда-Жесказган с завершением в 2020 году. На 2017-2020 годы запланирована реконструкция автодороги Жесказган-Петропавловск. Работа ведется на двух участках. Анар-Асакаровка, первочерезный участок. Асакаровка-Батпак с отходом Асакаровки. По участкам Батпак-Баймурза протяженностью 3-4 километра, бетонное покрытие и Баймурза-Тимиртау протяженностью 28 километров в Шиман. Во втором квартале ожидается конкурсная процедура. Планируемые финансированные в текущем году по участкам Батпак-Баймурза и Баймурза-Тимиртау составят 4,5 миллиарда кингем. В период с 2014 по 2020 годы программой предусмотрен ремонт автомобильных дорог областного и районного значения на сумму 26,8 миллиарда тенге. В рамках программы будет проведена реконструкция 103 километров дорог. Капитальный и средний ремонт протяженностью 1237 километров. Будет отремонтировано 700 километров дорог республиканского, областного и местного значения на сумму 35,5 миллиарда тенге. При этом планируется создать 2200 рабочих мест, охватить ремонтом 31 населенный пункт, отремонтировать 188 улиц, вследствие чего доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам года достигнет 74%. По итогам совещания Акимобласть дал ряд конкретных поручений, касающихся устранения дефектов на автомобильных дорогах и улицах области в рамках гарантийных обязательств, а также качества материалов, используемых при ремонте автодорог. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПОКАЗА Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Карагандинское нефтепроводное управление Восточного филиала акционерного общества «Казтрансойл» обслуживает более 800 километров международного Казахстана китайского нефтепровода «Атасу Алашанько». Сегодня состоялось открытие нового административного здания управления. Карагандинское нефтепроводное управление было образовано в 1983 году. Сегодня здесь работает более 400 человек. Общий перегон нефти с момента организации управления и за пять месяцев текущего года составил 183,6 миллиона тонн. Безусловно, значит, компания «Казтрансойл» сегодня работает в более 10 областях, обслуживает 7,5 тысяч километров трубопроводов, является первенцем, вы знаете, народного IPO, из года в год улучшает свои производственные показатели. И я надеюсь, коллектив карагандинского управления тоже займет определенное место в славном городе Караганде, городе металлургов и шахтеров. И мы внесем значительный вклад как и в показатели в общереспубликанской экономике, так и в экономике области. В торжественном открытии административного здания приняли участие Аким Карагандинской области, Боужан Абдишев и Аким города Караганды, Мирам Осмоглов. Новое трехэтажное здание построено в соответствии со всеми санитарно-бытовыми нормами строительства. Удобные и прекрасно технически оснащенные кабинеты, учебные классы по охране труда, изучению государственного языка. Имеется конференц-зал, селекторная, просторная столовая и много других необходимых помещений. Сегодня акционерное общество «Каз Трансойл» планомерно реализует принципы социальной ответственности в своей деятельности, принимает активное участие в социальном развитии и поддержке населения в регионах своего присутствия. Так, в Караганде была построена типовая многофункциональная спортивная площадка. В Атасу был построен и передан в Дар-городу детский сад на 170 мест. Объем транспортировки нефти по трубопроводу Атасу-Алашанькову составляет 16% от всего объема экспорта нефти из Республики Казахстан. И эта цифра растет из года в год. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Во дворце детей и юношества прошел конкурс на знания казахского языка среди малышей – казахшан и скалай. Конкурс обернулся ярким состязанием с песнями, танцами, замечательными костюмами, а главные участники и воспитанники детских садов продемонстрировали не только прекрасное владение государственным языком, но и находчивость, богатую фантазию и разнообразие талантов. В ежегодном послании президента Республики очень много говорилось о роли казахского языка. Казахшан и скалай, как ваш казахский, с таким названием прошел конкурс, приуроченный к изучению государственного языка. Для того, чтобы помочь детям овладеть казахским языком в совершенстве, организаторы решили собрать всех ребятишек детских садиков. Мероприятие проводилось специально для того, чтобы у детей появилась возможность углубления знаний в такой интересной и увлекательной форме, как соревнование. Конкурс состоял из нескольких этапов – приветствия, казахские пословицы, поговорки, песни на казахском языке, миниатюра, танец. Условия очень простые. Все выступления должны быть только на казахском языке. Мама Артура старательно занимается сыном изучением казахского языка. Артур лучше понимает и разговаривает на государственном языке, чем родители. Сегодняшнее мероприятие, приуроченное к знанию языков, казахского языка детей, мы считаем, очень целесообразно, потому что дети будут вникать в культуру, в язык. И поэтому будем готовить наши кадры к будущему. В соревнованиях приняли участие такие детские сады, как Ахху, Мульдер, Каухар, Алтнсака, Куанаш и другие дошкольные учреждения. Дети не только повеселились, отдохнули, но и пообщались на государственном языке. Люди стремятся изучить язык. Многие русские семьи сейчас задают своих детей в казахские яслые детские сады. И это правильно, потому что чем раньше человек начинает изучать незнакомый ему язык, тем легче он его осваивает. Жизир Абдраимова, Нарсултан Исаев, Бахтир Успанов, Первый Карагандинский. Оздоровительный центр «Салют» торжественно открыл свой летний сезон. Более 300 детей из Караганды уже прибыли на каникулярный отдых. Наша съемочная группа узнавала, как живется на летних каникулах юным карагандинцам. Отдуху и оздоровлению детей в летний период городскими властями уделяется самое пристальное внимание. Каникулы позволяют восстановить ребенку силы, снять физическую и психологическую перегрузку, укрепить здоровье. В детском оздоровительном центре «Салют», расположенном в селе Осыл Бухаржираусского района, уже появились первые отдыхающие. Правда, их так можно назвать только условно. Ребятам некогда валяться на постелях. Их день расписан по минутам. Первый сезон отличается от прочих тем, что будущие художники и желающие научиться рисовать будут участвовать в пленэрах, на которых профессиональные педагоги дадут мастер-классы. Детский оздоровительный центр «Салют» школы искусств номер 2 клуба ЮНЕСКО широко распахнул двери нашим детям. 340 детей в этом году заехало в первом сезоне. За все лето мы думаем оздоровить около двух тысяч детей. Этот детский лагерь существует третий год. Ребятам ежедневно предлагается шестиразовое питание. Овощи, фрукты всегда на столе. Познавательная развлекательная программа не дает ни минуты скучать. Дискотеки, конкурсы, эстафеты, концерты, викторины, игры занимают детей с утра до вечера. Плюс к этому работают кружки по интересам самой разной направленности. По Караганской области однозначно только город Караганда имеет свой вот такой ведомственный лагерь благодаря Акиму города. И вообще по республике их можно пальцем пересчитать. Конечно, загородных вот таких лагерей, центров их много. В Алмате, в Боровом их много. Но именно по республике, что ведомственный есть свой, есть свой, скажем так. О спортивных состязаниях организаторы отдыха тоже не забыли. Спортивные площадки никогда не пустуют. Инструкторы обучают игре в футбол, волейбол, баскетбол. Детям есть где не только отдыхать, но и с пользой проводить каникулы. Если этот первый сезон проходит как областной арт-пленер-мастер-класс «Алакай», то второй сезон будет танцевальным. Заработает танцевальный лагерь «Би-Жудызы». Всего планируется организовать пять сезонов отдыха. И каждый будет иметь свою иженную. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Марат Куртенов, Первый Караганинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Аман-Сау болу, миздер. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова